Всем привет, друзья! С вами Леди Мэри. Добро пожаловать на мой канал, где мы с вами обсуждаем самые интересные новости в шоу-бизнесе, которые произошли за последнее время. Ну что ж, а по вашим многочисленным просьбам у меня поменялся антураж. Надеюсь, вам понравится, ну а мы начинаем. Что у нас там с новыми релизами? И здесь целый букет. Группа Imagine Dragons представила новую композицию Children of the Sky, которая станет саундтреком к игре Starfield. Песня была записана специально для научно-фантастической RPG. Также состоялась мировая премьера трека «Никю Минаж» под названием «Last Time I Saw You». Доджа Кэт также не отстает и выпускает новую композицию и клип на нее под названием «Demons». Трек войдет в четвертый студийный альбом певицы Скарлетт, релиз которого состоится уже 22 сентября. Итальянская рок-группа Manoskin представила новый трек под названием «Honey, I'm Coming». Кстати, с этой композицией они уже совсем скоро выступят на MTV VMA. Рэперша Иги Азалия представила новую композицию под названием «Money Come». И, конечно же, самая долгожданная премьера этой недели. Состоялся очень мощный камбэк легендарного трио. Нелли Фортадо, Джастин Тимберлейк и Тимберланд представили новую композицию. Композиция получила название «Keep Going Up». Обязательно напишите свое мнение в комментариях по поводу этого трека, потому что мы все помним эту легендарнейшую композицию «Give It To Me», которую я постоянно вам здесь ставлю, потому что я ее просто обожаю, не могу избавиться от этого соблазна еще раз ее включить. И это видео, как вы понимаете, не будет исключением. Поэтому, друзья, обязательно оставляйте свое мнение в комментариях, какой трек вам нравится больше – этот новый или тот 2008 года. Ну а пока вы бежите и судорожно скачиваете все новиночки этой недели, я вам пока что расскажу о звездных новостях. Певица Адель рассказала, что упала во время одного из своих концертов в Лас-Вегасе. Артистка не могла пошевелиться, поэтому команде пришлось ее поднимать. 35-летняя исполнительница страдает от ишиаса – боли по ходу седалищного нерва. Во время выступления Адель также присела, чтобы отдохнуть. О проблемах со здоровьем певица рассказала в феврале. С годами ситуация лишь усугублялась. Сейчас у Сол Дивы разрушается один из межпозвоночных дисков и болят колени. Иногда мы даже с вами не подозреваем, на какие жертвы приходится идти артистам, чтобы выступать. И вот Адель, как видно, не исключение. Хотя по ней совершенно никогда не скажешь, что у нее там что-либо болит. Есть еще одна интересная новость про Адель. Она намерена стать мамой во второй раз. 35-летняя звезда даже составила список имен для потенциального наследника. Об этом она рассказала во время выступления в Лас-Вегасе, когда одна из поклонниц попросила посоветовать имя для будущего ребенка. «Я правда хочу снова стать мамой в скором времени», — сообщила Адель. Также она добавила, что хранит лист с понравившимися именами в телефоне. Нынешний партнер-исполнительницы, предприниматель Рич Пол, тоже хочет обзавестись потомством. У знаменитостей пока нет общих детей. Сейчас Адель воспитывает 10-летнего сына Анжела, рожденного от бизнесмена Саймона Коннеки. А у Пола уже есть трое детей. Ну что ж, недавно мы с вами обсуждали, вот в этом видео, что Адель сыграла свадьбу со своим избранником Ричем Полом. Теперь же они решили, что хотят общих детей. Ну что ж, вполне логичное решение. Ну что ж, от новостей про Адель мы переходим к следующей диве — Бейонсе, которая, между прочим, стала мэром. Бейонсе, которая на данный момент гастролирует со своим масштабным туром Renaissance World Tour, получит почетное звание мэра. Ранее на этой неделе городской совет Санта-Клары проголосовал за то, чтобы назначить Бейонсе почетным мэром на этот день и вручить ей ключи от города. Бейонсе вышла на сцену Левис Стадиум в Санта-Кларе, штат Калифорния, в среду вечером 30 августа, не только как суперзвезда, но и как почетный мэр города. «Я так счастлива быть на этой сцене», — сказала королева Би. «У вас у всех такие красивые лица. Вы знаете, что сегодняшний день особенный? Потому что сегодня я мэр. Это мой тур благодарности. Я ничего из этого не принимаю как должное. Я знаю, что спустя 25 лет я все еще могу заниматься любимым делом благодаря вашей преданности, благодаря вашим молитвам. Я так благодарна вам всем». Вот это признание, да, вот это почет, согласитесь? Я вообще больше не могу припомнить таких прецедентов, чтобы какой-то артист приезжал выступать в город, и ему вручали ключи от города и говорили, «Слушай, значит, на сегодня ты мэр. Делай, что хочешь, принимай любые законы, вводи любые, я не знаю, санкции, ограничения, приоритет давай кому хочешь. Сегодня тебе все можно. Ты не только исполняешь, значит, на сцене отжигаешь, но и можешь в политике, в экономике поджигать». На самом деле я шучу, конечно, потому что не ручаюсь и вообще не знаю, является ли это вручение ключей от города и провозглашение Бейонсе мэром чем-то официальным и задокументированным. Скорее всего, это просто жест почета, признания, и Бейонсе, естественно, не собирается там принимать никакие законы, никого увольнять, никого назначать, хотя, может, она уже кого-нибудь там уволила, назначила, а кто-то и рад. Ну, естественно, у Бейонсе куча своих забот, проблем и так далее. Не хватало ей еще решать вопросы города Санта-Клары. Певец Джастин Бибер стал объектом насмешек после того, как предстал перед публикой в очень странном наряде. Артист вышел в свет в мешковатых спортивных шортах и толстовке-балахоне серого цвета. Также образ исполнителя дополнили розовая кепка, белые носки и желтые шлепанцы бренда Crocs. По мнению пользователей, Джастин выглядел слишком блекло на фоне своей жены Хейли Бибер, которая появилась на людях в роскошном атласном красном платье. Забавно, что Хейли всегда одета так, будто собирается на галоконцерт, а ее муж словно только что встал в кровати, подметил один из комментаторов. Супруги Бибер также обзавелись прозвищами «королева» и «уличный мальчишка». В конце концов, это вообще далеко не секрет, что Джастин терпеть не может все эти публичные сборища, все эти фотосессии и светские мероприятия. Это для Хейли каждый выход в свет является какой-то ковровой дорожкой, каким-то демонстрированием своих прелестей, новых нарядов, нового макияжа и так далее. А Биберу это все нафиг не надо. Давным-давно человек сказал «ну ненавижу я это все, я хожу только ради того, чтобы поддержать жену, ну отстаньте вы уже от меня». Действительно, ребят, ну сколько можно подстебывать бедного Джастина, ну встал он с кровати в том и пошел на красную дорожку, ну какое вам дело, ну так человеку хочется жить. Хочет ходить на мероприятие в рванье и ходит, имеет право. Певица Майли Сайрус сделала очень интересное признание. Она рассказала, что часто думала об Адель во время сочинения своего последнего трека «You used to be young». Так артистка отреагировала на комплимент, полученный от знаменитой коллеги. Она отметила, что похвала со стороны исполнительницы хита «Rolling in the Deep» очень многое значит для нее. Ранее Адель во время концерта в Лас-Вегасе сообщила, что без ума от новой песни Майли. Она в долгу не осталась и в соцсетях призналась, что с самого начала очень надеялась на одобрение легендарной певицы. «Твой комплимент буквально целый мир для меня. Миссия выполнена. Люблю бесконечно». Да, кстати, это не секрет, что Адель очень часто высказывается о своих коллегах, естественно, только в положительном ключе. Очень часто делает комплименты, восхищается музыкой, новыми песнями, релизами, клипами и так далее. Наверное, все вы знаете, что кумиром Адель является Бейонсе, которой она отдала когда-то свои Грэмми и сказала, что ее альбом «Lemonite» является самым монументальным вообще и потрясающим за всю историю музыки. И Бейонсе – это королева, она вдохновительница, она мама этого бизнеса и прочее. Но не стану на этом долго останавливаться, потому что у нас будет спецвыпуск, где я расскажу о самых интересных новостях и скандалах во время Грэмми и премии MTV. Поэтому обязательно посмотрите. В том числе, конечно же, там будет история про Адель и Бейонсе. Ну а то, что Майли и Сайрус очень сильно хвалят за эту последнюю песню «You used to be young» – это известный факт, потому что все просто ее закомплиментили, всем нравится эта песня. Хотя, если честно, мне это непонятно, потому что она настолько вот не в ее стиле. Какой-то медлячок такой, какой-то... Я понимаю, в принципе, почему Адель понравилась, но как-то, не знаю, почему-то для меня ее вот эти вот зажигательные треки из первых альбомов, они вот у меня до сих пор в плейлисте, а вот новый альбом как-то мне не очень зашел. Кстати, пишите в комментариях, пришелся ли вам по вкусу последний альбом Майли «Endless Summer Vacation», а также ее последний сингл «You used to be young». Колумбийская певица Шакира получила очень престижную награду. Она стала первой южноамериканкой, получившей премию MTV Video Vanguard Award с формулировкой «За выдающийся вклад и глубокое влияние на музыкальное видео и популярную культуру». Уточняется, что Шакира также выступит на церемонии вручения премии 12 сентября впервые за 17 лет. Как отмечает издание, последние годы в этой категории лидируют женщины. Последним мужчиной-лауреатом был Кенни Уэст в 2015. После этого награды удостоились Риана в 2016 году, Пинг в 2017, Дженнифер Лопес в 2018, Мисси Эллиот в 2019 и Ника Минаж в 2022. В 2020 и 2021 годах ее не вручали. Ну, собственно, это и не удивительно, что сейчас лидируют женщины, потому что во всей индустрии в последнее время у них там реально лидируют женщины. Связано ли это с тенденциями феминизма или с тем, что женщины реально лучше и круче, продуктивнее работают? Это, конечно, вопрос серьезный. Собственно, еще после того, как Бейонсе спела в 2011 году Who Run The World Girls, после этого вопросы окончательно у всех отпали. Ну вот мы и подобрались к нашей любимой рубрике «Новости для фанатов кей-попа». Группа Blackpink выпустили новую композицию The Girls. Трек стал заглавной темой к мобильной игре Blackpink The Game. Композицию дополняет мультяшный видеоролик, где засветились компьютерные модельки четырех участниц группы. Ну, собственно, о том, что девчонки готовят новый трек к мобильной игре, мы с вами говорили в прошлом видео. И теперь эта премьера состоялась, мы, как всегда, их поздравляем, но играть, скорее всего, не будем. Ну, по крайней мере, я воздержусь, потому что столько кей-поперов не хватало еще и в мобильную игру играть. Следующая новость из рубрики «Арми среди нас». Пенсионерка из Новосибирска поделилась историей о том, как она стала фанаткой BTS. Жительница Новосибирска Елена Бургдина поделилась историей о том, как она стала поклонницей южнокорейского бойсбенда BTS. 59-летняя женщина хранит дома мерч своих кумиров и пропагандирует в родном городе кей-поп-культуру. По словам женщины, о BTS она узнала в 2019 году, когда услышала их песни из случайного автомобиля. После этого пенсионерка начала рассказывать о музыке айдолов своим близким и коллекционировать дома предметы корейской поп-культуры. Теперь и моя мама их поклонницы, ей 82, и свой 80-летний юбилей она встречала под их музыку. У них все песни со смыслом, в каждом клипе есть свое послание, их интересно слушать. Сейчас Елена возглавляет фан-группу «Арми НСК», в которой состоят в основном возрастные поклонницы бойсбенда. Вместе женщины отмечают дни рождения музыкантов и заказывают для них поздравительные ролики, которые транслируются на больших экранах города. Это просто потрясающая новость, на мой взгляд, которая категорически опровергает мнение о том, что кей-поперов слушают только малолетки. Женщины даже вон отмечают пенсионерки их дни рождения, записывают для них ролики, встречают под их музыку свои дни рождения. Ну это же, это же просто великолепно. Чтобы просто больше не спрашивали о том, да для кого вообще эта рубрика новости для фанатов кей-попа, кто вообще эти люди? Вот. И я более чем уверена, что в каждом городе есть такие фанатские кланы. Поэтому, ребята, армия среди нас. Ну и напоследок наша рубрика «Интересный музыкальный факт». Исполнительницы с наибольшим количеством песен, попавших в топ-10 глобального чарта Spotify. Blackpink – 10 песен, Дуа Липа – 13 песен, Селена Гомес – 15 песен, Билли Айлиш – 16 песен, Ариана Гранде – 34 песни и Тейлор Свифт – 58 песен. Ну что ж, это были самые интересные новости, которые произошли за последнее время. Вы можете ставить лайки, подписываться на канал и также нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе звездных новостей. Конечно же, смотрите предыдущие выпуски, если пропустили. Ну а с вами, как всегда, была я, Леди Мэри. До следующей недели.